В этот же день Акимобласти Кумар Аксакалов побывал с рабочей поездкой в Акаинском районе. Там ему презентовали котлы казахстанской разработки, познакомились с местной продукцией. Глава региона встретился с сельхозтоваропроизводителями. Они говорили о необходимости увеличения производительности труда и повышения зарплаты. Продолжение темы в нашем материале. Астраханскую среднюю школу отапливает современная котельная. Она стоит 15 миллионов тенге. Ее за свой счет установил инвестор – компания «Сопронат». Школа платит только за отопление. При этом расход топлива уменьшился до 220 тонн в год. Акимобласти Кумару Аксакалову рассказали об экономической и экологической выгоде установки таких котлов. 50% меньше угла сжигается, 100 раз меньше выброс в атмосфере. То есть, если раньше в год платила эта школа где-то 700-800 тысяч тенге, то сегодня 7 тысяч тенге мы оплачиваем. По энергетике на 50% меньше. За счет чего? За счет того, что современные насосы ставим, немецкие и итальянские. В планах компания снастить таким высокотехнологичным оборудованием все школы Акаинского района. Впервые в Казахстане их снабдят системой мониторинга. Все котельные объединят в одну сеть, за состоянием которой будут следить операторы, а не кочегары. Информация об изменениях придет на электронную почту. Вскоре такие котельные появятся и на объектах компании «Казахстан-Темиржалы». Наш котел запатентован, это наше казахстанское изобретение. Мы от Казахстана являемся участниками в Экспо-2017. Наши котлы демонстрируют на практике, что зеленая энергетика может быть не только на ветровой и солнечной энергии, но и на таком традиционном топливе, как уголь. И это актуально для нашей страны, поскольку у нас большие запасы угля, отказываться от него не стоит. В Казахстане 70% энергии производится с помощью угля, поэтому необходимо искать наиболее эффективные способы его использования, отметил Кумар Аксакалов. Идти на экономию средств, прежде всего в выработке тепла, вот это очень важно будет. Тогда мы можем эти деньги направлять хотя бы на другие вещи. И форма ГЧП в этом случае удобная. Во время рабочей поездки Аким посетил убойный пункт областной сельскохозяйственной опытной станции в селе Шагаллы. В прошлом году оттуда на экспорт отправили 50 тонн мяса. Замораживать и продавать, иначе не возьмут. Здесь должна быть сертифицированная продукция. Таких цехов должно быть побольше. Мы будем помогать тем, кто вот такие цеха будет строить. Аким Акаинского, Даурин Байтулешев, рассказал о социально-экономическом развитии района. После ремонта состояние дорожного полотна улучшилось на 30%. На это в прошлом году потратили 507 миллионов тенге. В этом планируют на 300 больше. Введено в эксплуатацию два дома на 23 квартиры. Мы работаем по созданию новых рабочих мест. В 16-м году было 586, в 17-м 62 на сегодняшний, по первому кварталу. Размер средней заработной платы у нас составляет 83 тысячи. Корабалыкская, Астана, Омская – это уже аграрная выставка. Главе региона рассказывают о достижениях областной опытной станции. У нас еще спектр культуры очень большой. Помимо мягкой пшеницы, у нас есть твердые сорта пшеницы, дамсельская янтарная, ясмень, горох, овес, бобовые, крупенные. Аграрии должны покупать элитные сорта в нашем регионе, подчеркнул Акимобласти. Мы должны, на мой взгляд, увеличить просто объем элиты. Это однозначно. Дайте мне предложение, и мы будем работать с министерством, с вашим руководством, для того, чтобы расширить спектр, увеличить площадя, работать целенаправленно по увеличению энергонасыщенности вашего предприятия. Актуальные вопросы развития агропромышленного комплекса глава региона обсудил уже с сельхозтоваропроизводителями Акаинского района. Они рассказали об успехах, работе по благоустройству сел и использованию субсидий. Мы просим вас о том, чтобы те средства, которые вы получаете, направлялись прежде всего на расширение производства, на улучшение работы с землей, на создание условий для людей, на обучение и на повышение фонда заработной платы. Иначе нельзя, иначе люди просто работать не будут. Люди же очень чувствительны, они же все видят. Президент об этом всегда говорит. Думайте о людях. Государство дало возможность зарабатывать, но теперь отдавайте людям. В завершении поездки Аким региона Кумар Аксакалов встретился со старейшинами Акаинского района. Они обсудили актуальные вопросы развития и планы на перспективу. Ольга Файзулина, Тимур Рахматуллин. Новости МТРК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Аплодисменты А.Кулакова Аплодисменты А.Кулакова А.Кулакова